Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа, распятого за нас при Понтии и Пилате, воскресшего в третий день, и в Духа Святого, Господа Животворящего, и во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь, ожидая воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Дорогие друзья, приветствую вас миром и любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы с вами продолжаем цикл духовно-нравственных проповедей, озаглавленный «Как жить, если…». Мы очень часто слышим от людей вопросы, которые начинаются именно с этих слов. «Как мне жить, если…» «Я не вижу смысла в жизни», «Если я потерял близкого человека», «Если у меня неизлечимые заболевания», «Если меня тревожит будущее», «Если меня никто не любит» и так далее, и так далее. Вариантов, вопросов, начинающихся с этих слов «Как мне жить» бесконечное множество. Но вот среди этих вопросов есть один, который можно отнести, пожалуй, к ключевым, к самым главным, поскольку от ответа на этот вопрос зависит все остальное. Этот вопрос следующий. «Как мне жить, если я не вижу смысла в жизни?» «Вопрос смысла жизни ключевой для человека». На этот вопрос испокон веков пытались найти ответ философы. Я хотел бы сейчас обратить ваше внимание на книгу известного религиозного философа, богослова 20-го столетия Пауля Тиллиха «Мужество быть». Это небольшая книга, и в ней автор как раз-таки обозначает проблему человеческого существования. Он говорит о тройственной природе страха человеческого существования. И вот в этом тройственном страхе он выделяет бессмысленность существования как одну из тревог человеческого бытия. Человеку очень трудно жить, страшно жить, если он не знает ответа на вот этот вопрос, ключевой вопрос человеческого бытия. «А для чего я живу? В чем смысл моей жизни?» Трубецкой Евгений Николаевич, русский религиозный философ, в своей книге «Смысл жизни» пишет следующее. «Вся наша жизнь есть стремление к цели, а стало быть, искание смысла. Но именно оттого это вопрос мучительный. Первое, в чем проявляется присущее человеку искание смысла или цели жизни, есть жестокое страдание об окружающей нас бессмыслице». Конец цитаты. Франк Семен Людвигович, кстати, нижегородец, он окончил гимназию в Нижнем Новгороде. Тоже очень много внимания уделявший этой проблеме поиска смысла жизни. В своем одноименном трактате «Смысл жизни» пишет следующее. «Вопрос о смысле жизни волнует и мучает в глубине души каждого человека. Человек может на время и даже на очень долгое время совсем забыть о нем, погрузиться с головой или в будничные интересы сегодняшнего дня, в материальные заботы о сохранении жизни, о богатстве, довольстве и земных успехах или в какие-либо сверхличные страсти и дела. Но жизнь уж так устроена, что совсем и навсегда отмахнуться от него не может и самый тупой, заплывший жиром или духовно спящий человек». Конец цитаты. «Смысл жизни. В чем обычно люди видят его?» Когда мы задаем этот вопрос, скажите, пожалуйста, в чем вы видите смысл своей жизни? Первая реакция достаточно неожиданная. А это зачем? А почему вы задаете такой вопрос? «Ощущение такое, что человек совершенно не готов к такому вопросу?» Кстати, этот вопрос задается очень и очень редко. И многих людей он ставит просто в тупик. Они не знают, что ответить на этот вопрос. Почему? Да потому что они не задумывались никогда над этим вопросом. «В чем смысл жизни? Для чего я живу?» Потом, когда проходит вот это первое такое шоковое состояние, люди начинают лихорадочно искать ответы на этот вопрос. И вы знаете, какие чаще всего ответы нам приходится слышать? «В чем смысл моей жизни? Для чего я живу?» Самый частый ответ – «Для детей». «Я живу ради детей». «Я в детях вижу смысл своей жизни». «Как быть человек, у которого нет детей?» А таких очень много. Очень много. Каждый пятый брак, по статистике, бездетный. Как быть этим людям? Могут ли они ответить на этот вопрос? «В чем смысл моей жизни? Для чего я живу?» Да, встречаются такие варианты более прагматичные. «Я живу, чтобы сделать карьеру». «Я живу, чтобы приобрести что-то». Кто-то отвечает «Я живу, чтобы стать известным, зазвездиться». Да, для кого-то в этом смысл жизни. Но мы все прекрасно понимаем, что все эти ответы, они, по сути дела, не предлагают нам главного. Смысл, истинный смысл человеческой жизни, он где-то ускользает. Мы понимаем, что нельзя свести смысл человеческого бытия вот ко всему тому, что мы с вами перечислили. Даже ради детей. Смотрите, любое живое существо на земле, низшего порядка, братья наши меньшие, они тоже как бы живут ради потомства, ради продления рода своего. И не уравниваем ли мы человека с животным, когда смысл жизни человека видим только в продлении рода, видим его только в своих детях? Может быть, человек все-таки существо более высшего порядка, и у человека какое-то высшее предназначение по сравнению с братьями нашими меньшими? Вопрос действительно очень непростой. И, конечно же, на этот вопрос должен ответить всякий мыслящий человек. Если человек не знает, для чего он здесь на земле, почему он здесь, в чем смысл его жизни, жизнь действительно может стать в тягости. Жизнь такого человека может быть исполнена постоянного чувства тревоги, как об этом и говорит упомянутый нами богослов Пауль Тирелих. Как бессмысленность человеческого существования приносит человеку страдание? Осознание человеком смысла жизни невозможно без осмысления себя как человека. То есть, прежде чем ответить на вопрос, в чем смысл жизни человека, нужно ответить на вопрос, а что есть человек по сути своей? Что представляет собой человек? Откуда человек? В чем суть человеческого бытия? Что делает человека человеком? Что отличает его от бесконечного множества других живых существ? Понимаете, вот в чем заключается главный вопрос. Мы никогда не ответим на первый вопрос, в чем смысл жизни человека, если не поймем, что есть человек по сути своей. Поэтому я попробую сейчас ответить сначала на второй вопрос, что есть человек, прежде чем ответить на вопрос смысла человеческой жизни. Итак, что есть человек? И опять же, это архисложный вопрос, на который философы во все века, во все времена пытались, предлагали находить какие-то ответы и не находили. До конца мы не понимаем себя, своей сути. Существует великое множество вариантов, ответов на этот вопрос, что есть человек. Я обозначу лишь некоторые наиболее известные, популярные, которые имеют место в современной антропологии. Антропология – это как раз наука о человеке. Но мы говорим сейчас о философской антропологии, то есть о такой науке, которая пытается ответить как раз-таки на извечные вопросы человеческого бытия. Что есть человек по природе своей и каков смысл человеческого бытия? Наиболее распространенное представление о человеке в современном обществе, в современной науке – это человек, высшее животное. Homo sapiens – человек разумный. Да, корни человека в животном мире, в человекообразных обезьянах. И, конечно же, эволюционируя, человек приобретает какие-то свойства, какие-то характеристики, которые не присущи низшим живым существам. И поэтому он является высшим животным, разумным животным, если можно так сказать. Конечно же, при таком подходе к человеку вопрос, а в чем смысл жизни человека, он остается неотвеченным. Просто продление рода, но этот вариант нас не удовлетворяет. Более того, такое восприятие человека, оно где-то даже тревожит. Почему? Да потому что, вольно или невольно, мы должны согласиться с тем, что эволюция продолжается. Мы не можем остановиться на человеке. Человек в силу определенных законов движения жизни на Земле должен тоже эволюционировать. И вы знаете о страшных попытках ускорить этот процесс эволюции рода человеческого. Путем отсечения слабых, нежизнеспособных, больных эти эксперименты проводились, особенно в годы нацистской Германии, когда стерилизовали больных людей, душевно больных, чтобы они не давали больного потомства, и чтобы как бы не ослабляли род человеческий. Это вот так называемый социал-дарвинизм, печально известная наука Евгеника, которая акцентирует внимание на том, что есть более благородные расы, высшие расы, как, например, арийская раса и так далее. Конечно же, это история, и, слава богу, человек извлекает уроки из своего прошлого, но как бы то ни было представление о том, что человек все-таки по сути животное, пусть и высшее, и разумное, оно продолжает доминировать в современной науке. Второй вариант, не менее известный и популярный в восприятии человека, это человек-машина, этот вариант порожден как раз таки вот индустриальным обществом. Человек воспринимается как некий механизм, некий винтик, машина, которая представляет, безусловно, определенную ценность, пока он функционирует, пока он может что-то дать. И как только человек, скажем, теряет свою работоспособность, какие-то качества, скажем, заболевает или стареет, ценность человека падает в глазах окружающих, в глазах общества, и он уже не представляет особой ценности. Почему? Потому что от него нечего уже взять. Вот отношение к старикам, отношение к пожилым, к ветеранам, которое мы иногда наблюдаем в окружающем нас обществе, как раз таки свидетельствует о том, что где-то в нашем сознании вот этот подход к человеку имеет место быть. мы ценим, мы ценим прежде всего того человека, от которого можно что-то взять, от которого можно получить, который может что-то предложить со своей стороны, но как только человек уже в силу здоровья, старости, не может отдавать, и от него мы не можем что-то получать, ценность его в глазах общества падает. К сожалению, такова реальность. Следующий вариант восприятия человека – это в марксистской, скажем, философии, человек – экономическое существо. Потребности человека в основном носят такой материальный, экономический характер, и как только все эти материальные потребности, потребность в хлебе насущном, потребность в крови над головой, в одежде, будут удовлетворены в полной мере, человек себя реализует, человек себя почувствует счастливым, и он как бы осознает свой истинный смысл жизни, который заключается именно в таком экономическом развитии и так далее. Тоже нас не устраивает этот подход, потому что мы понимаем, нельзя свести человека и все его потребности только к материальным. Есть в человеке потребность чего-то большего, чего-то высшего. Но в философии экзистенциализма там вообще достаточно пессимистичный взгляд на природу человека. Человек – пешка. В масштабе Вселенной что есть человек? Пешка, который находится во власти каких-то стихийных, совершенно непонятных, необъяснимых сил. У Альбера Камю, известного представителя вот этой философской школы, и, кстати, писателя, лауреата Нобелевской премии, есть небольшой трактат, который называется «Миф о Сизифе». И в этом трактате он как раз-таки пытается, этот автор пытается показать бессмысленность человеческого существования, используя образ этого мифического персонажа, мифического героя Сизифа, которого боги наказали тем, что он, вот, значит, в этой другой жизни, потусторонней жизни, должен был закатывать огромный камень на вершину горы. И всякий раз, когда он приближался к вершине горы, камень срывался, скатывался вниз, и этот несчастный должен был начинать все сначала. И когда он снова приближался к вершине горы, камень снова срывался и падал вниз, и он опять начинался сначала, и так бесконечно. Сизифов труд напрасный, непонятный. Вот жизнь человека, она такова, по сути дела. Бессмысленно, бессмысленно, тупиково, непонятно, зачем человек, для чего человек, почему он здесь, в чем смысл его существования. То есть очень пессимистичное восприятие человека. Я не буду больше утомлять вас разными представлениями на природу человека в современной науке. Если перейдем к христианскому, к библейскому осмыслению человека, христианское сознание выводит понятие смысла жизни из учения о сотворении человека Богом. И вот, что мы читаем об этом в самой первой книге Библии, в первой главе, в 27-м тексте. «И сотворил Бог человека по образу своему, по Божию образу сотворил его, мужчину и женщину обоих он сотворил, и благословил их Бог». Библия однозначно свидетельствует о том, что человек – творение Божие. И он не просто сотворен Богом, как другие живые существа, он сотворен по образу и подобию Божию. И как это радикально отличается от перечисленных нами образов человека в современной антропологии. Смотрите, каким достоинством наделен человек в силу сотворения по образу и подобию Божию. Он не животное. Он больше, чем животное. Природа человека – не животное, по сути дела. У человека высшее предназначение. Человек – творение Божие. Он сотворен по образу и подобию Божию. Псалмопевец Давид вот так воспевает человека, сотворенного Богом. В восьмом псалме с четвертого по седьмой тексты мы читаем. «Взирая на небеса, творение рук твоих, на луну и звезды, которые ты на места свои поставил, думаю я, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что заботишься ты о нем. Ты сделал его таким, что только тебе самому он уступает, славою и честью увенчал его, власть ему дал над всем тобою сотворенным, все положил к ногам его». Смотрите, целая ода в честь человека. Почему? Да потому что в человеке есть вот это измерение, божественное измерение, если можно так сказать. В философской антропологии принято подчеркивать следующие три основных измерения человеческого бытия. Это физическое, наша анатомия, физиология, психическое, разум, интеллект наш, воля, эмоции и так далее. И социальное измерение, социальный аспект человека, существо, социальное существо в отношениях. Но, к сожалению, не учитывается еще один аспект, очень важный аспект, мы находим его именно в Библии, в Священном Писании, религиозно-нравственный аспект человеческого существа. Человек по природе своей – существо религиозно-нравственное. Что это значит? А это значит то, что у человека, будучи творением Божиим, есть заложенная в него потребность, потребность в общении с Богом, со своим Творцом. Она присуща человеку в силу сотворения Богом, потребность Бога. И когда человека этой потребности лишают, он где-то теряет свою человечность, если можно так сказать. Он перестает быть человеком в полном смысле этого слова. Человек только тогда человек, когда он чувствует эту свою связь с Богом, со своим Творцом. Это очень важно. Ну, нравственное… Да, мы понимаем, что в человеке, в каждом человеке есть эта внутренняя способность различать добро и зло. И мы понимаем, что эта способность не могла бы выработаться в ходе эволюции. Законы эволюции достаточно жестоки. Выживает сильнейший. Чтобы вырваться вперед, чтобы выжить, ты должен перегрызть глотку себе подобному. Человек человеку волк, получается, в ходе эволюции. Согласно Божьего откровения, человек человеку брат. Потому что корни наши одни. Все они восходят к братцу нашему, Адаму, человеку, который был сотворен по образу и подобию Божию. Поэтому мы все здесь на земле братья и сестры друг к другу. И насилие, жестокость, дискриминация, какая бы то ни была дискриминация, расовая, национальная, языковая, социальная, не оправдана. Во свете Божьего откровения, во свете библейского учения о человеке все это не оправдано. Ну вот, исходя из этого, теперь мы можем вернуться к нашему первоначальному вопросу. А в чем смысл в жизни человека? Знаете, на этот вопрос очень легко ответить, исходя из Божьего откровения. Потому что человек, будучи сотворенным Богом, он получил определенный мандат от самого Бога. Для чего он здесь на земле? Вы знаете, какой смысл придается человеческому существованию самим Богом? Он достаточно прост. Он выражен в двух известных заповедях, на которых изиждется все Божье откровение. Эти две заповеди очень просты. Первая из них звучит так. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою, крепостью, разумением». Это первая заповедь. Кстати, это не новая заповедь, которую дает Иисус Христос в Новом Завете, как некоторые считают. Это древняя заповедь. Мы читаем о ней в книге «Второзаконие» в шестой главе, пятый текст. «Возлюби Господа Бога». И вторая заповедь – «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Тоже древняя заповедь. Книга Левит, глава 19 и текст 18. «Возлюби ближнего, как самого себя». Вот, смотрите, два измерения любви. Одно измерение вертикальное – это наше отношение к Богу. Второе измерение горизонтальное – наше отношение к ближнему. И в основе этих двух измерений, этих двух отношений положена любовь. И смысл жизни человека в любви, именно любви Бог подчинил сшивание человека. Почему? Потому что сам Бог есть любовь. И поскольку человек сотворён по образу и подобию Божию, он тоже в каком-то смысле есть любовь. По сути своей, по природе своей человек есть любовь. Он призван её демонстрировать в своей жизни, в своём отношении к Богу и к ближнему. В любви есть смысл. Потому что любовь, она всегда созидательна, она всегда прекрасна. В том, что противостоит любви равнодушие, безразличие, ненависть, насилие, смысла нет. Поэтому все варианты ответов на этот вопрос, в чём смысл жизни человека, которые не учитывают вот этого важнейшего измерения человеческого бытия, духовно-нравственного, религиозно-нравственного измерения, все варианты, они заканчиваются ничем. Это тупик. Только осмыслив себя во свете Божьего откровения, только осознавая то, что человек – это творение Божие, человек сотворён по образу и подобию Божию, мы можем ответить на этот сложнейший вопрос человеческого существования. А в чём смысл нашей жизни? И оказывается, всё очень просто. Мы сотворены Богом для того, чтобы любить, любить Бога, своего Творца, всего сердца. А любить Бога – это значит быть послушным Его воле, которая выражена в Его заповедях, данных самим же Богом для нашей жизни, чтобы регулировать наше поведение, наши отношения друг с другом. И, наконец, второй аспект смысла нашей жизни – это любовь к ближнему. Мы призваны любить ближнего, как самого себя. Вот в этом действительно есть смысл. И пусть Господь поможет каждому из нас, задающимся этим сложнейшим вопросом человеческого бытия – для чего я живу, в чём смысл моей жизни. Пусть Господь поможет каждому из нас найти этот ответ в Божьем Слове. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!